Правильная одежда может творить чудеса. Она может сделать вас более уверенным в себе и вызывать доверие у окружающих. Исследования доказали, что вы можете получить лучший результат, пройдя стандартное тестирование, если вы хорошо одеты. В сегодняшнем видео, господа, 10 вещей, которые невозможно исправить хорошим стилем. Первая вещь, которую невозможно исправить хорошим стилем, это отсутствие уважения. Конечно, вы можете надеть костюм, выглядеть хорошо. И люди, которые вас не знают, проявят к вам уважение, к вашему виду. Но я тут говорю о самоуважении. Это кто ты есть. Это то, что ты из себя представляешь. Это ты, у которого есть свой моральный кодекс и который ты соблюдаешь. Конечно, прокачка стиля может помочь, но она никак не сможет решить проблему отсутствия самоуважения к себе и своим принципам. Знаете, кто вы есть и будьте им. Следующие два пункта я объединю в один. Хороший стиль не исправит ваши плохие манеры, ваше невежество и незнание этикета. Манеры – это то, как вы относитесь к людям. Это есть во всех культурах, по всему миру. Это когда вы заботитесь о том, чтобы людям вокруг вас было комфортно. Это значит не только соответствующе выглядеть, но также и относиться с уважением к другим людям. Этикет же – это правила внутри сообщества. Это во время застолья демонстрировать приличные манеры. Какая вилка для чего нужна. Знать, какой бокал для чего используется. Знать, как правильно передавать блюда. О нет, я не принуждаю прочитать книгу по этикету. Но если вы идете на роскошный ужин или мероприятие, где есть определенные правила поведения, прочитайте информацию, которую стоит знать. Далее, хороший стиль не имеет ничего общего с вашим здоровьем. Да, вы можете выглядеть на миллион долларов и ходить в обтягивающем пиджаке. Но, друзья, вам все равно необходимо заботиться о вашем теле. Что насчет здоровья, то его можно поделить на четыре категории. Первое, это здоровое питание. Далее, у нас идет отдых. Следующий пункт, упражнения. Это очень важный пункт, и в течение жизни он может меняться. Главное, не сильно переусердствовать в этом плане. И в конце у нас идут проверки и медосмотры. Минимум раз в год посещайте своего доктора. Более 60% мужчин не ходят к доктору, потому что им не нравится стоять в очередях. Они не любят заниматься своим здоровьем или стесняются обсуждать возникшие у них проблемы. Вот еще одна статистика. 52% мужчин в определенный момент будут иметь проблемы с потенцией. Да, вот так больше половины из нас столкнется с этой проблемой. Следующий пункт, это ваше угрюмое выражение лица. Да, пора начать улыбаться. На это есть две причины. Первая, вы начинаете себя лучше чувствовать. Когда вы улыбаетесь, даже если это не по-настоящему, ваше тело будет выделять некоторое количество эндорфинов в кровь, и вы естественным образом начнете себя лучше чувствовать. Другая причина – улыбка заразительна. Когда другие люди видят вас улыбающимся, они улыбаются в ответ, и они начинают ассоциировать это чувство с вами. Что в результате? Вы выглядите более привлекательно. Друзья, когда вы хорошо выглядите и улыбаетесь, то и мир улыбается вместе с вами. Следующий пункт – это ваш плохой язык тела. Вы стараетесь хорошо выглядеть, чтобы к вам подходили люди, открывались новые бизнес-возможности. Тогда вам необходимо быть открытым. Потому что если вы закроетесь, и ваша обычная поза вот такая, то вы хмурый и подозрительный. Вы выглядите подавленно, и люди не захотят подходить к вам. Они будут смотреть на вас и думать, что лучше к этому парню не подходить. Он хорошо одет, но я к нему не подойду. Поэтому следите за вашим языком тела и жестами. Будьте открыты, смотрите людям в глаза. Не смотрите по сторонам, или будто вы заинтересованы в чем-то другом. Следующий пункт – это ваши негативные отношения. И это не так просто. Если вы понимаете, что в вашей жизни много негатива, или вы пессимист, будет сложно из этого выбраться. Но вот что интересно. Есть определенная взаимосвязь между вашим возрастом и на каком моменте жизни вы находитесь, и тем, будете ли вы более позитивным или негативным. Наиболее положительные люди – это те, кому до 7 лет, или те, кто старше 70. Потому что они понимают, что мнения других людей не имеют никакого влияния. Людям по большей части абсолютно все равно на вас. Поэтому не стоит так сильно зависеть от их мнения и быть строгим с собой. Следующий пункт, который невозможно исправить стилем – это дурной запах изо рта. Вот некоторые советы, которые помогут исправить плохой запах. Пейте больше воды. Сухой рот – это плодородная почва для бактерий. Используйте щетку для языка, чтобы чистить корень языка. Подберите себе жвачку, которая будет убивать бактерии, и увлажнять вашу ротовую полость. Ну, если ничего не помогает, тогда обратитесь к вашему стоматологу. Далее, что не получится исправить стилем – это вашу непродуктивность. Да, вы можете выглядеть лучше и быть более эффективными и достигать определенных целей. Но чтобы быть продуктивным, необходимо фокусироваться на том, что поистине важно. Друзья, я вам ранее рассказывал об этом. Это матрица приоритетов. Вам необходимо осознавать, что срочно и что важно. Вот где вам стоит проводить больше своего времени, фокусируясь на более глубинной проработке тех задач, и смогут принести вам большие результаты на ваши инвестиции. Еще один пункт – это отсутствие целостности. Господа, когда вы хорошо выглядите, люди склонны вам доверять. Но не стоит пользоваться этим. Вам необходимо быть целостным человеком. Что это означает? Это когда вы безошибочно делаете правильные вещи. Это коды из моральных ценностей, которых вы придерживаетесь. Даже если это не всегда удобно, вы придерживаетесь своих принципов. Если вы целостная личность, хороший стиль поможет вам увеличить ваше влияние в этом мире. Иначе вы просто пустой костюм. Если у вас есть что добавить или вы хотите выразить ваше мнение, тогда пишите в комментариях. Вы знаете, что я люблю читать их. Что посмотреть дальше? Рекомендую вот это видео. 10 убеждений, которые есть у мужчин, о которых женщины вообще не задумываются. На этом все, друзья. Берегите себя. И до встречи в следующем видео.